Кавказская война продолжалась всю первую половину прошлого столетия и велась главным образом в Чечне, Тагестане и на северо-западном Кавказе. Конечно, силы сторон были неравными, как и неадекватными были средства и цели этой войны. От прогрессивной части российского общества не могло укрыться, как на Кавказе погибали смиренные русские солдаты и годами тянули нелегкую лямку походной службы армейские офицеры. И в то же время там делали военную карьеру удачливые генералы, наживали капиталы, поставщики и интенданты. Впрочем, как и на всякой войне. В неблизкий и опасный путь отправились журналисты из Восточной Сибири в январе 95-го года, чтобы увидеть нынешнюю Кавказскую войну своими глазами. Уважаемые пассажиры, наш самолет произвел посадку в аэропорту Минеральные воды. Нас было двое. Редактор радиобайкальска Светлана Волгина и я, тележурналист из Ангарска Николай Загурский. Мы собирались встретиться с земляками. На Северном Кавказе тогда находились сводные ОМОН из Иркутской области и Ангарский оперативный полк внутренних войск. Там служил сын Светланы Павловны. От него три месяца уже не было никаких известий. Зловещее дыхание войны ощущается за сотни километров от зоны боевых действий. Частые проверки на дорогах. Мы ехали в Назрань, столицу прифронтовой Ингушетии, и еще не знали, что завтра встретимся с президентом Русланом Аушевым и родителями военнопленных. И в итоге окажемся в Грозном на чеченской стороне. Родители 18 солдат, попавших в плен к чеченцам, обратились в тот день к Аушеву с просьбой помочь их освободить. О судьбе своих сыновей матери узнали из газет. Вот, это центральная газета, там побывали многие иностранные перспонденты, и в частности Муратов, написал, что они являются заложниками не столько чеченских властей, сколько советских, потому что они написали обращение, обличающее наше преступное правительство. Ну, вытащим мы 18 человек, а там же еще не один, а 18, а сколько будет их сегодня, сколько будет завтра. В принципе, стоял вопрос о том, что остановить это правительство. Общественность вводит заблуждение, говоря о том, что они непримиримы, что никто ничего не управляет, что это банк формирования, никто не хочет признать. О том, что люди поднялись за защиту своей Родины, был грех и позор, и государство говорит о победе и о поражении. Не должен говорить ни президент Российской Федерации о победе и поражении, не надо говорить ни чеченским ополченцем о победе и поражении. Трагедия. Чеченскую сторону на встрече представлял депутат распущенного Дудаевым Верховного Совета Чечни Мухадин Салехов. Возвращаясь в Грозный, он предложил поехать с ним двум-трем желающим. В его машине больше не было места. Солдатские матери попросили нас отправиться и все для них выяснить. Моя спутница надеялась разузнать хоть что-нибудь о своем сыне, который, как она считала, мог быть в плену. Чеченская столица встретила нас безжизненными провалами окон. Заклеенные крест-накрест уцелевшие стекла напоминали фильмы о Великой Отечественной. Этот автомобиль был подбит с самолета за пару часов до нашего приезда. На одном дыхании мы преодолели два наиболее простреливаемых опасных участка, после чего остановились поговорить с местными жителями. Что здесь за война? Кто с кем воюет? Это воюет? Ну как воюет? Как вам сказать? Россия свою территорию как бы восстанавливает, как она и должно быть. А здесь воюет в основном эта сторона, в основном молодежь воюет здесь. Старики им сказали, что здесь родная земля. Молодежь воюет за свою землю. А вот кто? В основном вот сел воюет. Городских мало. Все уехали, нам некуда ехать. Вот у тещи был, наш дом разбила к тещи. Третью квартиру мы уйдем уже. Одна на партизанской разбомбрении, на ротовой тоже жить невозможно. Ехать некуда. Здесь зенитка была в детском саду. А это тяжелое орудие, начало стрелять. И там много этих... В основном русские остались. Чеченцев мало здесь, в основном боевики. Очень мало. И русские там очень много раненых. Я видел, что там у нас недалеко от нашей квартиры... 16-этажный дом, там трое солдатиков валялись. Их даже некому было похоронить. Вот муж лично видел, лично трех солдатиков видел. Рядом три солдата, симпатичные молодые ребята. В одну руку отрувана, в другую ногу жутко страшно. Очень много солдатиков погибших. Эту часть окружающего.